Здравствуйте! В том числе в случае нападения на страну у внешнего противника. В день гражданской обороны подведем итоги большой тренировки вместе с начальником управления гражданской защиты главного управления МЧС России по краю Николаем Егоровым. Здравствуйте, Николай Владимирович! Здравствуйте! Прежде всего, позвольте поздравить вас с профессиональным праздником. И хочется спросить, вот три дня масштабных учений, они тяжело дались сотрудникам ведомства? Благодарю за поздравление. Три дня учений, в принципе, почему тяжело нам дались. Это наша работа, было нормально, но я хочу вас немножко поправить. В этих учениях принимали участие не только сотрудники МЧС, а все структуры абсолютно всего Алтайского края, как силовые структуры принимали участие в этих учениях, так и различные министерства и ведомства, включая и дорожное хозяйство, коммунальное хозяйство, социальная защита и все, полностью все. То есть такие очень крупные и масштабные учения получаются с участием разных ведомств. А вот такие как раз, они часто вообще проходят? Такие учения у нас проходят традиционно раз в год, и именно перед днем гражданской обороны, праздником, день образования местной противовоздушной обороны и гражданской обороны. Как правило, перед этим праздником проходят, проводятся они уже шестой раз у нас, такие крупномасштабные всероссийские учения. И всегда длятся несколько дней? Да, всегда. Какие вы из ситуаций отрабатывали? И сколько всего было вовлечено людей? Людей было вовлечено очень много. Ситуации отрабатывали, мы отрабатывали все мероприятия, которые определены 28-м федеральным законом о гражданской обороне. Там есть 15 задач гражданской обороны. Практически все эти задачи мы отрабатывали на практике. Это такие задачи, как оповещение населения, информирование населения, предоставление населению средств индивидуальной коррективной защиты, обозначение зараженных районов, ликвидация пожаров, проведение аварийно-спасательных других неотложных работ и так далее. Ну а вот какие задачи вы бы отнесли к наиболее тяжелым и почему? Ну как таковые задачи тяжелые, я бы не сказал, что они есть, потому что гражданская оборона, она... Ну и наиболее сложным, скажем. 86 лет ей в этом году исполняется. И все моменты уже отработаны, уже... Ну может быть с точки зрения организации, привлечения населения. Ну вот привлечение населения, это как наиболее трудная задача именно в ходе проведения учения, потому что население находится, ну как кто на работе, кто еще где-то занятый, и отрыв от производства человека, от его трудовой деятельности, это всегда влечет за собой как, ну, немножко неудобство и для человека, и для нас, ну, то есть мы понимаем, что человеку надо трудиться, надо заниматься своими делами. Но тем не менее, гражданская оборона задача общая. И, в общем, с этой задачей тоже справились, получается, да? Ну вот как раз-таки одна из главных задач учений звучала так, что это отработка учений в случае внезапного нападения противника на страну. Вот почему поставлена именно такая цель? У нас есть риски такие? Ну, гражданская оборона — это целый комплекс мероприятий, направленных на защиту населения и территорий, а также материальных и культурных ценностей от внешних угроз. То есть мы готовим страну полностью, да, ну, каждый на своей территории, допустим, мы на территории Алтайского края занимаемся этим, чтобы мименизировать последствия нападения противника. Ну, то есть особых каких-то предпосылок вот так думать нет? Нет, конечно, враг у нас не стоит прямо у границы, и оружием, как говорится, нам не угрожает. Но мы должны быть всегда готовы. Вот какие основные выводы вы сделали по итогам учений? Наверняка уже какой-то разбор полетов был. Ну, предварительные итоги, конечно, мы подвели. Значит, в принципе, без недостатков не обходится никогда. Немножко где-то аппаратура где-то не сработала, где-то невовремя сигнал дошел, люди невовремя прибыли к месту ликвидации чрезвычайных ситуаций. Но таких явных, грубых, скажем так, которые мешают в целом системе гражданской обороны, таких не было. Со стороны, допустим, сотрудников МЧС, что касается их действий, такого не было вообще ничего. Нет, ну я скажу, что слаженно работали не только сотрудники МЧС, и Центр гигиены и эпидемиологии очень хорошо отработал. Медицина катастроф, медицинские учреждения в целом, администрации, то есть развертывание пунктов, это приемных, вакуационных пунктов, ну и так далее, много вопросов было. И в завершении программы наверняка у вас найдутся какие-то слова поздравления для своих коллег, у их профессиональный праздник. Вот, пожалуйста, предоставляется такая возможность. Мне бы хотелось поздравить работников, сотрудников, военнослужащих Министерства подчеркновенной ситуации, а также ветеранов гражданской обороны, пожелать им счастья, здоровья, успехов, ну и чтобы гражданская оборона оставалась только в планах. Спасибо большое за ваши ответы. А я напомню, что это была программа «Наше время». До свидания. До свидания.